Окей, здравствуйте основная часть народа, здравствуйте, вот так, так, не основная подтянется, спасибо, что пришли, сегодня тема у нас, вы знаете сами, какая, страх, то есть сильно возбуждающая, поднимите руку, пожалуйста, те, которые первый раз сегодня с нами, вот, и как вас зовут? Я Мария зовут, как? Мария, можно даже Маша, хорошо, но вы в сфере Маш? Нет, нет, не знаю, Маша, а интересно, через кого Маша появилась у нас? Я через Визу, очевидно, я ее знаю, а вот через кого, вижу, 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 хорошо, а Ира? Ирина уже была, да? Ирина уже была, в третий раз. Ну и что, выдерживает, смотри, сильная. Это приятно. Ну хорошо, друзья, значит так, а когда у нас была последняя лекция до этого? Тетя Маша, сообщение. А-а-а, то есть это в январе, когда я прилетал? А-а-а, я с вами рядом, да. Ну, да, действительно, это был какой-то середина января. А-а-а, я прилетел тринадцатого и улетел семнадцатого января. Вот в этом периоде у нас было, ребят. Хорошо. Ну, практически жжет. Два месяца. Да, чуть больше. Чуть больше. Ну, сегодня у нас разговор будет о страхах. Тема забавная. Наверное, все знают все о страхе. А мы сейчас посмотрим, насколько мы вообще понимаем, что это такое. Значит так, давайте начнем так. Начнем это... Куда там гаухарь пропала? Нет, 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 здесь, здесь, я за спиной вошел. А почему вы за моей спиной? Я же чувствую, что-то за спиной стоит. А почему вы там стоите? Я чай не чай не знаю. А, понятно. Ну, ладно. Значит так, продолжаем. Давайте мы подойдем к страху, как к такому, социальному понятию. Вот как общество воспринимает страх? Когда говорим об обществе, естественно, подразумеваем количество человеков. Вот как общество... Извините, секундочку. Ребят, извините, я перезвоню через буквально минуту, срочный разговор. Значит так, я вот на момент... А, вот гаухарь уже сидит ко мне опять же спиной. Бог! Ну, садись туда, а, женщина! Ну, конечно, приятно смотреть. Спасибо. Значит так, с социальной точки давайте посмотрим на страх. Вот как человек, как человек сегодняшний, конечно, потому что страх в течение времени, знаете, из прошлого до сегодняшнего дня, он тоже очень видоизменялся. Как человек на сегодняшний день рассматривает страх? Как он сам себе объясняет эмоциональное состояние, которое он имеет, и называет его страхом? Есть ли у кого-нибудь какое-нибудь мнение? Как он объясняет тебе, что есть страх? Страх – это эмоция, которая определяется в опасных ситуациях. Страх – это эмоция, которая определяется в опасных ситуациях. Ну, скажем так, вы правильно. Обратите внимание на современного человека. Насколько современный человек подвергается на самом деле опасным ситуациям? Сейчас минимально. Ну, сейчас, конечно, минимально. Да тебя облизывают с утра до вечера. Ты понимаешь? Сначала родители, потом школа, потом институт, потом политика. Она тебя всегда облизывает. А теперь скажите мне, значит ли это, что фактически в современном обществе, члены социального общества не чувствуют страх, потому что нет опасной ситуации? Они говорят о возможности возникновения опасных ситуаций. Очень интересно. Я не знаю, что она будет. Хорошо. Как Маша нам сказала, страх – это эмоциональное состояние опасности. В этом случае получается, страх – это эмоциональное состояние возможной опасности. Да. Очень странно. Когда ты человека любишь, то ты его любишь, да? Как ты? Я не знаю, как ты это. Но ты это любишь. Ты начинаешь его любить из-за возможности влюбиться в него. А вот насчет страха получается интересно, ребят. Я трясусь, потому что у меня, возможно, будет ситуация, где я буду трястись. От страха в смысле. Что-то туповато как-то выглядит. Может быть, же еще на генетическом уровне. То есть, если что-то община восходит, там, люди двоя из чего-то, он же передается нам. Соответственно, древние сценты, они все равно были не больны. Почему мы боимся, там, мы шеи, змеи? Мы их с рода не вести, не готовятся к многие, да? Но боимся их, как только они. Потому что это как генетически заложенная еще какая-то эмоция. Скажите, пожалуйста, Мария, только Мария. Или как она, только или... Там видно, что все непросто, да. Скажите, пожалуйста, а является ли страхом единственной генетически заложенной эмоцией в вас? Или вы автоматически, генетически влюбляетесь, генетически ревнуете, генетически все делаете и генетически боитесь? Или почему-то только страх объясняется этим образом, таким образом. А все остальные эмоции почему не туда? Ну, генетически же не влюбляешься. Влюбляешься как-то просто, по-народному, увидел, обосновал, влюбился. Где на уровне химии какой-то? Не-не, понятно, что на уровне химии. Но почему-то вы нам, не просто Мария, только что объяснили позицию страха каким-то, скажем так, как нам этот... Как его звали? Павлов, что ли, объяснил, что мы и собака отличаемся тем, что она дороже? Я говорю... Ну, да, он нам сказал, что вот рефлекторные элементы, да? Он это так объяснил, рефлекторный страх какой-то возникает. Рефлекторный. Значит, получается... Очень любопытно, что наши предки боялись змеи. И поэтому мы сегодня боимся змей. Правильно? Ну, вообще, есть такая теория возникновения страха, что на самом деле страхи возникают не просто так. Вот порой у нас есть какие-то страхи, которые мы себе не можем осознанно воспринимать, но они возникают, и тогда ты задумаешься, почему это происходит. Чаще всего, может быть, опять происходит, что у нас заложен какой-то истинный самосохранение, которое приводит к тому, что этот страх, в принципе, потом мы это видим и думаем, а почему? Просто это раньше что-то, естественно, в сокровении внутри нас, наверное, находится не особо. Ну, конечно, человеку современному, крайне сильному, стабильному и умному, всегда легко, в том, что он не разбирается, обвинить, ну, обвинить кого-то со стороны или даже своего предка. Возможно, в нас заложено. А что, если не заложено там ничего? Ну, просто не заложено. Ну, тупо не заложено. Потому что, насколько я могу видеть, наши предки особенно и не боялись змей. Вы знаете, даже дружили, а змея-то не такая тупая, она каждую гадость не жрет. Почему мы сегодня... Мышей! Вы знаете, что они прекрасно дружили? Мыши были с основной частью дома. Крысы. Они были везде. Это были как воробьи. Мы же воробьев не боимся. А вот почему-то сейчас мы мышей, крыс или люди боятся. Пауков боятся. Хотя пауки висели везде. Куда не полежишь, вот в ухо полежишь, паук там сидит. И полное удовольствие. И дети играли, кстати, не в это в Xbox, а с пауками, с мышами, с крысами, со змеями. Играли. И до сих пор там, в некоторые страны до сих пор играют. И супер. А у нас почему-то появляется страх. Но что-то логики нет. Хорошо. Хорошо. Продолжим концепт. Вы знаете, что больше 50 процентов, там не знаю, какой-то процент населения боится самолетов. Это что, получается там какой-то папуас самолетов боялся, что ли? Нет. А почему он боится? Вот почему этого человека... Это же в рефлексах нету, ребят, самолет. Не существует. А он боится. Как это объясняет наука, Мария? Наверное, 10 грамм, какая-то была. Сейчас я вам это скажу. Неправильно. Неправильно скажете. Кином 20. Он боится возможность упасть. И разбиться. Может быть, это и нет. Может быть, это все как-то. Я не знаю. Каждый в своих трениках ухаживает свои тараканы. Вот так вот. Свои страхи. Угу. 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 Вы думаете, что вариация страхов настолько велика, что у каждого свои тараканы? У меня такое ощущение, по крайне на основании своего небольшого опыта, что тараканов-то не так много. Там штук 10 этих тараканов. Но жирные такие. И они как-то общественные тараканы. У меня такое ощущение, что страхи, они не индивидуальные, а общественные. Но будучи составной частью этого общества, ты разделяешь в этом обществе не только моральные категории, хоть какие, но и эмоциональные. То есть, так называемый страх. Давайте посмотрим. Давайте попробуем реализовать какую-то ситуацию. Смоделировать. Чтобы не винить уже наших бедных бабушек и дедушек. А посмотрим, кого мы будем винить. Пример. Гаухар. Вот этот человек, вот такой-такой, сказал где-то вон там-то, что он тебя очень ненавидит. И что ты на самом деле не заслуживаешь быть на этом белом свете. И было бы очень хорошо, если бы нашелся кто-то, кто бы помог тебе отсюда смотаться. Я, правда, это не слышал. Но моя соседка по лестнице с левой стороны, которая познакомилась с тобой вон там, вон там, вон там, она рассказывала. Причем она знает этого человека еще в 1972 года, когда он в тюрьму попал, потому что ее брат сидел там. Вот. За то, что он кого-то в своих, я не знаю, агонях психических этих, кому-то помог пойти переселиться в другой мир. Вот так вот я слышал. Гаухар, теперь вы мне объясните, есть ли у Гаухар страх после такого вот монолога? Появится? Появится. Появится. Появится, уже появился. А что отношение Гаухар к этому монологу? Ну вот какое отношение Гаухар к этому монологу? Нет, ребят, я спокойно могу имя Гаухар поменять на любой из ваших. Вы мне дайте. И так особенно не валите на Гаухар, просто Гаухар поменять на Марии, и эффект тот же самый. Плюс-минус, но он тот же самый. Самое интересное, Гаухар не знает, кто такой Володя. Да, соседка слева не ее ближайшая подруга, а ее неближайшая подруга, потому что она соседка. И Гаухар вообще об этом ничего не знает, она ни представления не имеет. Вот такой монолог пошел от соседки слева. Нет никаких оснований для Гаухаровой страха. Слышишь, страсти? Да, да, она уже в страсти. Для Гаухарова страха. Почему же у Гаухар появляется такое эмоциональное состояние? Ну, не могу сказать, пока еще страх, но подождите, и ночь придет. Почему у Гаухар появляется волнение, нестабильность, сомнение, нервное состояние, а потом уже инфильтрируется страх? Почему? Ведь нет уже никаких оснований. А оно появляется. Как вы думаете? Что думает не просто Мария? Кто виноват в этом случае? Мне кажется, что, я не знаю, все будет зависеть от эмоционального состояния того человека, которому, как говорят, это во-первых, как вы сейчас сказали, что, естественно, каждый по-разному реагирует на эту информацию. Но если вы, ну, как бы, человек очень чувствительный, то вы можете распроенять эту ситуацию. Ну, если, опять-таки, вы не владеете какими-то своими внутренними установками, не осознанно, конечно, обошечки, что-то естественное. Но если вы адекватны, то вы можете оценить, стоит ли вам это бояться. Очень любопытно, Мария. Вы мне рассказываете о таком прототипе людей, который на этой планете я пока еще не встречал. Может, вы встречали? Вы говорите, человек чувствительный. А какой он еще может быть? Вот какой? Ну, чувствительный, смотря на то, что он вообще не осознанно. Какой-то, ну, сказали, ну, поверь, я побежал. То есть, разумеется. Если кому-то сказали, ну, скажем, что, ну, в другом случае, мы все разумеем. Да, одинаковые мы все. Это вас обманули. Чтобы вам было интересно кино смотреть под названием «Жизнь». Сценарий один и тот же. И освещение то же самое. И площадка у нас одна. И толпимся мы в одном и том же. Знаете где? Мы все по-разному измазаны. И там, где мы толпимся. Но в сущности, вонь одна и та же. Разная. Да мы одинаковые мы все. Поэтому нами легко управлять. Мы послушные. Давайте вернемся к нашей уважаемой Гаухар. Это, конечно, пример. Мы попробуем его видоизменить. Вот такой базар пошел от какой-то соседки слева. Ребята, это от какой-то незамужней, неудачно сложившейся жизнь женщины. Текст. У Гаухар начинается волнение. Оставим вариант. Мария сказала, ну потому что это и есть Гаухар. На ее социальном уровне измазанная соседка слева вполне достаточно, чтобы вызвать страх. Причем совершенно не важно, какую ересь она несет. Вариант второй. Социальный, то есть члены общества измазаны более толстым слоем. Этого мы их обычно называем твердые, стабильные, богатые, умные. Как хочешь. Врывается человек. Врывается. В ресторан. Начинает орать, что ты сволочь последняя, разжаревшая. Ну вы знаете, такой приятный текст идет. Очень симпатичный, сентиментальный. Да ты с моей женой, я то, сё, пленусь детьми, я тебя зарежу, горло перережу. Кто это пришел к нам? Вадим. Вадим, садись, романтика идет полная. Я попробую текстик. Привет, дорогой, привет. Я уже на самом-самом важном. Вот. Я тебя, сволочь, последнюю, ты мою жену, то, сё, все это орет, кричит. Я тебя зарежу, перережу и так далее. Ну, знаете, вот такой, такой мясной текст идет. Вот. Да я, кто посмеет, я 10 лет назад того, всё, сделал, сделал, 5 лет назад, и сейчас и тебя, и убегает. Очень твердый человек, Мария, сидит. С толстой кожей и шеей. Как вы думаете, его состояние какое? Давайте, проектируйте. Вы же все разные. Какое его состояние у этого человека? Который знать, не знать, ни того, кто влетел, ни его жену, чтобы она выздоровела, в конце концов. Ну, он, наверное, лично эмоционально не сдерживает, можно сказать, с психической, или какие-то отклонений может находиться в какой-то саде. То есть, вы думаете, что человек с толстой кожей, жирный, который сидел, жрал в ресторане, вот так будет... А, так, так, я думала, это было подговорено. Нет, нет, я хочу узнать эмоциональное состояние вот этого, скажем так, выхолощенного быдла, который сидит и жрет, и ему все это сказано. Вот какое его эмоциональное состояние после вот этого? Он включает тоже быдлу. Давайте, быдлите, я бы хотел, чтобы вы мне побыдлили. Он включил, и что сказал? Нет, этот заорвал, кричал, махал руками, ногами и выбежал. Его нет, он убежал. Он убежал, ножи точить, наверное. А вот эмоциональное состояние вот этого, жирного. Какое? То есть, он жирный, а его на ряк все равно, и куда? Есть. Это умение, оболнение. Это сильное, это... А мне там будет тревога и шок уже. То есть, извините, что я не делал, это будет тревога, и шок. Он включит на мыслительные процессы, и он начнет представлять разные ситуации. Хорошо, хорошо, понятно. Эмоциональное состояние его меня интересует. Есть ли страх, или нет страха? Вот что я хочу узнать, есть ли страх или нету страха? Ну понятно, нет, как интересно, как интересно, люди супер. Понятно, есть элемент растерянности, дезориентации, потом наступает элемент волнения, агрессии, ну чисто такой, эмоционального хаоса, это не совсем агрессия, это эмоциональный хаос, выраженный в цветном лексиконе из локального диалекта местного. Да я то, да я сё, да я то, да я фа-фа-ля-ля три рубля, причем вот этот его монолог будет длиться существенно дольше, чем тот, который ему сказали. И всё, монолог прошёл, вот прошёл, вот прошло уже час-полтора этот весь в таком состоянии, прошёл, что остаётся? Осадок. 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 Как называется этот осадок, который остаётся? Неприятный осадок. А, да-да-да, ой, простите, как вас зовут там, вы такая культурная. Как вас зовут, у которого осадок неприятный? Уфа, это значит неусадок. А, привет, дорогой, да, далеко сидите, осадок неприятный. Там не осадок неприятный, там осадище. Причём этот осадок не очень осадок, он достаточно активный, просто он томный, внутренний, который появился и никуда уходить не хочет. Это не совсем осадок. Вот это и есть то состояние эмоциональное, которое имплицировалось, появилось. Вот какое оно. Ну точно это не спокойствие, радость и уверенность в завтрашнем... Да. Извините, пожалуйста, вот что-то связь ухудшилась сильно. Звук прерывается, изображение хуже стало. Может быть, перезвонить ещё раз? Давай, давай, давай. Значит так. На чём я остановился? На том, что этот осадок, который вы называете осадок, на самом деле и есть состоявшееся эмоциональное состояние. Вот тут мы оцениваем неправильно. Первые всплески реакции... Хорошо слышно, да? Да. Ребят, посмотрите, как интересно и неправильно человек оценивает. Первые реакции, первые всплески он оценивает как доминантное эмоциональное состояние. Потом уходит. И остаётся, как он говорит, осадок. На самом деле, вот этот осадок, который остаёт, это и есть состоявшееся, сварившееся, установившееся эмоциональное состояние. Первая часть, она как раз эффекты и реакции. Это пройдёт. А вот вторая часть, вот это и есть правильные эмоции. Правильные, соответствующие, простите. А человек всегда воспринимает наоборот. Он думает, первые флащи с этой эмоцией, а то, что останется, это осадок. Ну, остался потому что то. Да нет, ребята. Он сформировался, потому что и первое, вот это алкоголь, который вбежал, и твои реакции, и как твоя башка после этого стала думать, хаос сделать. И вот из этого сварился супчик такой, вот такой нежидкий супчик. И называется он, как вы сказали, осадок. На самом деле, еда, эмоциональное состояние. Вот эмоциональное состояние вот этого нашего толстокожего. Какое? Через три часа, четыре часа. Страха нет? Это и есть страх. Это и есть страх. Самое интересное, что... Куда девочки бегают все туда-сюда, туда-сюда? Связь плохая, вы кубиками покрыты... А? Уже нормально. От текст, от текст, текст идет? Слова пропадают. Слова пропадают. Слова пропадают, следаются, окончание. Они иногда на антену пошли на крыши сами. А что же делать? Ну, я покрытый кубиками тоже ничего, сойду, сгожусь. Но если вдруг слова прерываются, ребят, вы остановите. Изображение не очень хорошее, но вроде слышно от Бен ПК. Хорошо, тогда не буду изображать, буду говориться. Во все, что я до этого сказал, было слышно, ребят? Да. Ага, продолжаем. Продолжаем. Это и есть страх. Посмотрите, как интересно, в человеческом состоянии, то есть в человеческом подразумевании, сознании. Антоним страха что есть? Смелость, храбрость, да? Антоним? Бесстрашие. Есть бесстрашие. Ну, храбрость, смелость и так далее. Это как противоположный цвет белому какой? Сразу все скажут черный. Логически по какой-то человеческой логике это правильно, но по какой-то нечеловеческой логике это совершенно не есть никакой антоним. Это просто другое качество. Самое интересное, что два разных качества могут совмещаться в одном и том же. Белый и черный цвет могут существовать в одном и том же. Называется он серый. Значит, они не конфликтные. А у нас в голове страх побеждается храбростью. Так вот, я вам хочу сказать, что толстый человек, он не, скажите, он не трусливый. Он очень смелый, очень храбрый. Так вот, у него будет страх, смешанный с храбростью. Это есть у каждого. И вот с этим осадком что он будет делать? Храбрость-то у него есть. Но что с ней делать? Применить где? Этот человек понимает. Голову открутить кому-то, понимаешь. Наказать то-сё. А здесь что делать? Забежал какой-то больной. Наорал. И убежал. А ночь-то наступает. Вот. А уже, как вы сказали, осадок-то вошёл, созрел и через вены дотёк до каждой клеточки. И теперь надо спать. То есть, когда один. Вот какое у него эмоциональное состояние этого человека? Вот он лёг в кровать. Никого нет. На него сегодняшняя встреча оставила, естественно, достаточно серьёзное неприятное ощущение. Ну вот какое у него эмоциональное состояние? Опишите мне его состояние. Кто сможет? Я хочу прорабатывать в голове в сценариях. Вдруг это правда? Вы правы? Вы правы? Он начинает, его голова, на основании эмоционального состояния, осадка, как вы сказали. На самом деле это не осадки. Эмоциональное эмоциональное состояние модифицировать возможные формы реализации этого же эмоционального состояния. Смотрите, как наоборот всё работает. Сама голова начинает модифицировать на основании эмоционального состояния сценарий, которые соответствуют этому эмоциональному состоянию. Чтобы запланировать следующий шаг какой-то. Получается, что абсолютно несуразная ситуация, ну несуразная, в человеке вызывает состояние страха, не сразу, смешанное с шухером тем, ну не важно, страха. Из-за чего его голова врубается и начинает сама же находить выходы или защищаться от этого же страха, в случае реализации этого же страха. Буквально моделировать ситуацию. Вот вы мне скажете, насколько это умно. Всё. Ну, голова здесь не работает. Голова как раз здесь и работает. Она просто не контролирует, не контролирует этот процесс. Совершенно правильно. Нам всегда кажется, что мы прям такие хозяева своей башки. А там наоборот. Не ты башкой контролируешь, а она твоим сознанием контролирует. Потому что в биологии, в природных процессах всё вот так взаимосвязано. И когда ты скажешь человеку, ой, не выходи из дома. Там собака, она кусает всех. А будь осторожна, вчера троих покусала. А потом через два дня кто-то другой представляет. Что, я опять не слышусь? Ага. Попробуем ещё раз перезвонить. Давай, дорогой, давай. Хорошо, видимо, у вас что-то регулярно упущает. Значит, вся проблема во мне. Нашу причину. Вот, давайте продолжим, ребят. До сих пор всё понятно? Не то, что понятно, а следите ли? Конфликтует ли с вашей логикой или нет? Всё ясно? Супер. Продолжаем разговор. Так, что я сказал? Я сказал, что голова подстраивается под это и начинает моделировать все возможные опции того, что не существует. Скажите? Это не мы головой управляем, она нами управляет. А мы подстраиваемся, воспринимая то, что она выдала за возможную реальность. Ведь обратите внимание, что такое реальность. Вот вы сейчас смотрите на экран. Ну, смотрите на экран, там я вишу. Скажите, пожалуйста, вы меня видите? Нет. Прекрасно. Нет. Прекрасно. Тогда я задам ещё раз вопрос, а вы немножко подумайте. Скажите, пожалуйста, вы меня видите? Увидите ваше изображение. Вы уверены, что изображение, которое вы видите, это моё? Да. Да. Ой, какие вы забавные. Пожалуйста, не спешите. Потому что всё, что вы делаете, это естественно. Ваша система работает в такой, в клише. Вы уверены, что изображение, которое вы видите, моё? Теперь уже сомневаемся. Правильно. Объясню. Смотрите слова. Уверены ли вы, что изображение, которое вы видите, моё? Это получается, что у меня есть изображение. У меня лично есть изображение. Тут конфликт, блин. У меня нету ничего. То, что вы видите, это изображение монитора. Это он вам показывает, а не я. То, с чем вы это ассоциируете, потому что очень близко, это другое дело. Но это же не я. Кстати, чисто информативно, меня там нет, если кто не знал. Меня там нет. То, что вы общаетесь или нет. Вот тут слово ошибочное. То, что ваша система воспринимает сигналы, обрабатывает, модулирует её, так как она умеет это делать или привыкла по протоколу, не говорит, что я есть. Но самое интересное, в вашей собственной перцепции, как называется перцепция? Perception. Perception. Да. Она модулирует меня, как будто я есть. И система сознания вашего воспринимает, как будто так оно и есть. Может быть, то же самое происходит и со страхом, а вы даже не замечаете. То есть, люди даже не замечают, что на самом деле они те, которые создали свои же собственные страхи. Если ты спросишь, а какого хрена ты их создавал? Он говорит, это же понятно, блин. Смотри, логический. Если вдруг... И он тебе логически начнёт объяснять, как он пришёл, сел на стульчик, посмотрел на экран, там было светло и на экране висел рубин. Он логически будет тебе объяснять процесс, не понимая, что как раз логики там нету. Всё, что делает логика, объясняет именно своё ощущение, как голова смодулировала вот это всё. Это и есть в человеческом смысле логика. Когда сознание подстраивается под голову, а не наоборот. Голова не подстраивается под сознание, потому что сознание слишком маленькие, миниатюрные и слабо воспитанные ещё функции. Возвращаемся к страху, к такому доминантному состоянию. Значит, человек чувствует страх, в котором есть, обратите внимание, и храбрость намешана немножко. Сомнения намешаны очень немало. И независимо от этих сомнений, страх всё равно присутствует. Вот этот супчик, который сварился, в общем называется страх. И он начинает находить формы, что делать? Как реализовать, не защититься, а реализовать этот страх. Так голова думает. Для неё это команда. Вот это то, что логика называет. А что, если это на самом деле будет? Мои следующие шаги. Обратите внимание. А что, если это на самом деле будет? Автоматически принимается существование, нет, причины существования этого эмоционального состояния. Причины нету. Человек может под машину уже попал. Понимаешь? Выбежал его, вытрезвитель забрали. Или, может быть, он был сумасшедшим. Или просто это была хохма. Миллион вариантов есть. Но эмоциональное состояние у этого толстошеева уже создано. И его сознание автоматически принимает существование этой опасности. И начинает защищаться от того, чего нет. Вот это то, что называется «А что если?». Но самое интересное, что если ты возьмёшь из 100% возможного 90% – это невозможно. И 10% – «А что если?». Может быть, где-то возможно. Как вы думаете, какой процент в башке человека победит? 10%. Вы спокойно можете уменьшить 10% на 1%. Оставить 99%, но никаких причин. Вот 1%, «А что если?». Таки 1% страха «А что если?» или эмоциональное состояние. Заставить башки думать соответственно этому эмоциональному состоянию. Теперь мне скажите, насколько это правильно и умно? Это по-человечески. Отвечать, отвечать. О чём я вам и говорю? Это просто тупо по-человечески. Из этого у меня лично, например, вот такое вот заключение. Это получается, я настолько баран, что даже 1% инфекции заражает мой весь организм, моё тело. А вот логика, она тупо не работает здесь. Она как раз наоборот работает на «А что если?» и начинает логически выстраивать какие-то формы. А просто сказать логически, я сидел, жрал. Влетел какой-то полный баран, который даже имени моего не знает. Да он спутал. Это не я. Я на его жену не позарился бы, у меня вкус есть. Я пельмени кушаю. Вот это всё. Вот эта логика не работает. Работает «А что если?» Вот любопытно. Эмоциональное состояние под названием «страх», оно настолько сильное и настолько доминантное, или сознание настолько слабенькое, что оно не в состоянии обуздать, взять под контроль эмоциональное состояние. Логика подстраивается под иррациональность. А логика подстраивается как под а-логику. Как сказать? Вот противоположное от логики что у нас? То вот так и сказали, а-логичное. Нелогичное. Да, под нелогичное. Вот так. Вопрос какие-нибудь есть? Может быть у кого-то что-то не работает здесь? Он говорит «нет, совершенно не так». Нет, все так. Хорошо. И что с этим делать? А можно логиками научиться управлять и включать англию? Не то что можно, тетя Маша. НУЖНО! Да. Форму. Форму. Я сейчас рецептуру не даю. Мы сейчас просто хотим рассмотреть, и это уже правильное начало. Потому что мы же люди не знают, что они как машины работают неправильно. Это опасно для самого же себя. Страх сегодня от трамвая, завтра от самолета, послезавтра от этого. Это через год ты весь поломанный. Страх является твоим основным состоянием. Потому что если посмотреть в течение года, все что ты жрал, как вы называете осадок, страх, 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 страх. Система просто привыкает к этому. А почему так устроен человек? Почему так много страха? Вы знаете, человек так не устроен, тетя Маша. Я вас удивлю. Он так не устроен. Он устроен как отличная универсальная машина. У которой нет priorities. Приоритеты. Вот эмоционально особенно. Просто в этом периоде эволюции человека, когда он знакомится с башкой своей. Когда именно та функция, называемая сознанием, только-только начинает развиваться. Она еще не развилась. Мы просто открыли глазки, ушки и трогаем что-то, но еще не хорошо не видим. И начинаем описывать то, что мы чувствуем. Это не есть сознание. Это просто первый факт регистрации какой-то реальности. Причем мы регистрируем их точно так, как точно в том эмоциональном диапазоне, который мы в состоянии понять, что он у нас есть. С какой у нас эмоциональный диапазон? Если вы напишите, просто возьмете ручку и попробуйте написать эмоциональные свои состояния. Ребят, да там 10-20 максимум, это потолок 20 эмоциональных состояний знакомых человеку или классифицированных человеком. Ревность, страх, зависть, любовь, терпение. Их очень мало. Не 500 тысяч вариаций, а всего лишь 20. А сколько у нас есть для такого машины как человек? Что? А сколько эмоциональных вариаций вообще есть? Я вам скажу, вы поймете. Это надо посмотреть, как рассматривать эмоцию и что это такое. Это как вопрос вы мне сказали. А сколько цветов существует? Вот что вы мне сказали. И сами ответьте, сколько цветов существует? 7. Это не грандация до спектра. Да. Смотрите. На самом деле цветовая гамма, она катастрофически велика. Насколько я знаю, только наш глаз или наша система в состоянии регистрировать оттенки где-то в диапазоне 3 миллионов с чем-то. Оттенки только. Это столько мы регистрируем. Глаз замечает изменения в оттенке во всех цветах. Вы представляете, что это такое? Какое это количество? И когда ты спрашиваешь человека, а сколько цветов есть? Он говорит, красный, желтый есть, зеленый есть, синий есть, такой, такой. И опять, ты на самом деле насчитаешь штук 20, хотя глаз-то твой видит, чертовой матери, невероятно, а у тебя всего штук 20. Так скажите, подумайте, почему у человека всего штук 20, хотя глаз видит все возможное? И с чем это связано, что он классифицировал всего 20? Так и вы ответите, это связано именно с уровнем восприятия из-за примитивности самого сознания. Сознание с трудом классифицирует это. Вот и все. Оно не может классифицировать. Ребят, я попрошу вас, если не сложно, который час сейчас, 12 минут паузы, можно? Ну, 12. Никуда не расходитесь, оставайтесь в этом ритме, через 12 минут звоним, созваниваемся. Ну, давайте, ребят, давайте. Кофе, я вижу, чайчики, все по протоколу. Конечно, конечно. Ну, видно, слышно, как сейчас там я, в кубиках есть? Да. Да. Значит так, авитаминились, осигаретились, продолжаем разговор. Даже Зосик прошла. Продолжаем разговор. Где я там остановился, ребят? Так, сейчас перемотаем. О-о-о. О-о-о. Сознание, цвета. Ага. Так, цвета. Значит так, сознательно у нас всего лишь вот такой маленький, небольшой спектр цветов. Естественно, это говорит о качестве самого сознания, которое просто не в состоянии градировать, направить градацию. Точно так же и с эмоциями. Это я отвечаю на гаухаровый вопрос. Почему это так? Значит, диапазон эмоциональных состояний, он огромнейший. Если рассматривать гаухар, эмоцию как, ну, человек как рассматривает? Для него эмоция это как, это как вот такая вот чашка, понимаешь? Что-то законченное, однородное. Ты скажешь, страх для него это понятное, однородное, такое каменное что-то. На самом деле оно не однородное. Оно очень, как оно называется, когда что-то смешанное. Не то, что многослойное, а состоит из различных элементов смешанное. Смешанное и приобретает какое-то новое качество. То есть, вариации, только вариации страхов, зависит от того, из чего они созданы. Из чего создан этот страх. Это как картошка. Жареная, вареная такая, это все картошка. И у тебя есть вариации этих картошек, сколько хочешь. Хотя, субстанция одна. Картошка основная. Но там есть и вода, и то, и все. Так вот, возможность огня, возможность температуры картошки, воды, соли и добавляя какие-то компоненты, ты получаешь совершенно разные различные и на вкусовые качества, и по консистенции еду. Вот представьте, если картошку мы назовем страхом. Тогда у тебя есть страх жареный, страх вареный, страх в печи, страх под печи и так далее. Вот это все вариации страхов. Но мы их не рассматриваем так пока. Потому что в социальном обществе не существует науки, ну скажу так, эмоционологии, которая бы рассматривала эмоции как математику. Где бы были формулы, которые приводят к определенному эмоциональному состоянию. Тогда бы страх приобрел очень большой диапазон. И когда человек, чего ты боишься? Я боюсь тараканов. У меня вопрос, тараканов ли он боится? Или тараканы вызывают в нем определенные процессы, смешивающие что-то с чем-то, которое приводит к эмоциональному состоянию, называемый страх. Но это жареный страх. Понимаете? И вот когда ты посмотришь другого концепта, ты понимаешь, что на самом деле таракан-то тут ни при чем. Таракан просто является trigger. Как сказать trigger? С пусковым крючком. С пусковым крючком. С пусковым крючком. С пусковым крючком. С пусковым крючком к кулинарному процессу формирования этого страха. Всего лишь крок. Вот и все. Пусковой... Чего у нас там был пусковой? Ну, в общем, вот эта штука пусковая. И то же самое относится, ребят, к радости, ревности, зависти, ко всему. Но уровень сознания на сегодняшний день не позволяет нам настолько детально и независимо от мозга рассматривать. Сознание автоматически принимает весь процесс обработки мозга как естественную реальность. И он тут же начинает поддерживать и логически объяснять. То есть, я этого человека, этот человек вызывает у меня отвращение. Давайте подумаем, но умно подумаем. Человек ли вызывает отвращение? Или состояние отвращения возникает при комбинации, где этот человек присутствует? В нем ли дело? Если нет, то в чем? Он всего лишь компонент. Самое интересное, посмотрите. Вот этот человек... Ой, блин, какая антипатия. Ну, вот... Ну, антипатия у меня к этому человеку, ну, страшно. Ну, бывает такое, да? Ну, он и не выносишь. И самое интересное, ты абсолютно уверен, что эта антипатия к этому человеку, она есть абсолютно естественная. Для тебя, по крайней мере, оправданной, природной. Вот. И все в порядке. А теперь мы немножко видоизменим эту ситуацию. Смотрите. Ты такой хороший, на какой-то лодке большой, терпишь лодкокрушение или кораблекрушение и попал в море. Где-то там, километров за десять. В общем, ужас. Вы представляете этот ужас состояние? И вдруг все, что ты видишь, этого тебе ненавистного человека, на своей лодочке приближавшегося, не видевшего тебя, но находящийся, ну, ну, метр в трехстах, двухстах. Ты видишь этого человека, скажите, пожалуйста, антипатию ли он в этот момент у тебя вызывает? Ой, 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 надежда. Оказывается, вообще-то и не зависит от него, оно, да, может быть, по отношению к тому же человеку совершенно противоположным. Потому что это условия, которые являются основным параметром твоего эмоционального состояния, а не конкретной личности. А мы что делаем? Виним соседей, виним жену, виним мужа, не говоря уже о свекрах и там свекрови, но это святое дело. То есть, его поплевать. А оно, оказывается, не так. Немножко поменяешь условия. И та же самая причина воспринимается тем же самым человеком 180 градусов до изменений. И после этого вы мне скажите, что мы хоть как-то контролируем хоть что-то. Вообще. Система работает автономно. А мы такие дураки. Пусть нас, конечно, извинят дураки, потому что мы до них еще не дотянули. Что мы логически начинаем объяснять правильность своей антипатии к этому человеку. Посмотрим второй вариант. Какая скотина не вернул мне мои деньги? Ну, тема такая, общепризнанная, легко доступная. Хорошо прочувственная. Не вернул скотина мои деньги. Не знаю сколько. Вот там, ну, например, 50 тысяч. А потом узнаешь, что ночью оказывается он с этими 50 тысячами, которые он тебе не дал. Ему по голове дают чем-то. Он оказывается, ну, в коме в лучшем случае. И твои 50 тысяч уходят от него. Ваше эмоциональное состояние. Идиот. Нормальное эмоциональное состояние. Так ему и надо. Ну, не мне вас учить, это вы все знаете. Сволочь, у моих детей забрал. Просто ты посмотри идеальный уровень эзиатизма. У моей детей забрал. А спросить, что он забрал-то? Несчастье, да? Которые шли вместе с этими 50. У меня бы так не было. Как будто то, что должно быть, тебя спрашивает, как ему быть. У меня бы так не было, например. Или вот, сволочь. На самом деле анализ или логическая форма самого происходящего, она настолько глупая. Настолько глупая, что человек сам формирует, не сам, его голова формирует себе удобную, удобное эмоциональное состояние. У-у-у-у-б-но-е. Не правильное, а удобное. Вариант второй. То же самое. Немножко изменим атмосферу. И вы сразу почувствуете, что то же самое. Человек будет воспринимать по-другому. Ты стоишь с ним. Он тебе должен возвращать эти 50 тысяч. По каким-то причинам эта сволочь не возвращает. Обманывает, что их у тебя нету. То есть у него нету этих денег. Отходит шагов за десять. Ты нервно стоишь. В это время подходит кто-то. Ударяет его по башке, который знал. Вытаскивает его из кармана этих 50 тысяч, которые должны были уже быть в твоем кармане. И убегает. Как это ты воспринимаешь? И все это происходит под твоими глазами. Так ему и надо? Там знаете, как запахнет тем, чем мы все измазаны? Там так запахнет. Да. Хорошо, что этих денег не было. Самое интересное, только потому, что ты присутствовал в этом процессе, твоя голова начинает модулировать и понимать, что на самом деле дело не в человеке, а тот, который ударил по башке, знал, что есть 50 тысяч. Если эти 50 тысяч бы пошли в твой карман, то то же самое произошло бы не на юге, а на востоке с разницей в 10 метров. И был бы ты, которому хорошо дали по башке. Модулирование идет другим путем, хотя этого не произошло. А самое интересное, вот в этот момент, вот в этот момент, страх у тебя начинает быть очень серьезным. В варианте первом, когда ты всего этого не видел. Ребят, не видел, но произошло. То же самое. Но тебя не было там. Так ему и надо, со мной бы так не произошло. Вариант второй. Ощет, как хорошо, что он мне не дал эти деньги. А ведь событие-то одно и то же. А у тебя позиция радикально видоизменилась. Скажите мне, пожалуйста, насколько умными мы есть. Когда на один и тот же факт. Всего лишь из-за расстояния, на котором мы находимся от этого события, реагируем совершенно по-разному. Анализируем по-разному и так далее, и так далее, и так далее. И самое интересное, если я спрошу, из этих, вот опция первая, вторая. Что правильно? Вы на это ответить не сможете. Что есть правильно. Вопросы из публики? Почему очень сложные? Кто-то боится в конце, кто-то боится воды, кто-то темноты, кто-то дараканов. Почему они разные? Почему что? Почему все не боимся дараканов? Ну, у всех разный страх. Основной страх более застрён, скорее всего. Ой, ну, дорогой, кто вопрос задал? Пусть поднимет ручку. Не видно. Вижу! 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 Скажите, пожалуйста, кто-то боится тараканов, кто-то боится воды. Я не буду прямолинейно отвечать, потому что, если я начну прямолинейно отвечать, я буду использовать тупую логику. Мы не будем идти этим протоколом. Мы просто выйдем из этой ситуации. Выйдем из этой. И посмотрим на человека, так называемого, боящегося воды. И вот вопрос вот такой вот. Есть у него страх воды или он избегает быть в воде? Той, другой? Нет. Нет, страх воды не избегает. Нет. Ребят, ребят. 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 Посмотрите. Посмотрите. Не спешите. Самая банальная вещь. Страх воды. Вы увидите она, что мы неправильно воспринимаем это. Может быть. Скажите, пожалуйста, этот человек воду пьёт? Да. Да. А что, не боится? Он из воды состоит вообще. Да. Смотри, как интересно. Мы как только видоизменяем, потому что дело не в этом. Это в нашем понимании. Деформация здесь. Он же воду пьёт, причём жрёт только так. И кофе, и чай, и не боится, и одно удовольствие получает. Что подразумевается? Он боится воды. Что под этим подразумевается? Боится уходу. Ах, утонуть он боится. Так воды он боится или утонуть? Утонуть. Вы скажете, тонет в воде, ребята. Но в воде ещё и плавается. Так он воды боится или утонуть? Большая разница. Упереть в воде. Он боится задохнуться в воде. Это подразумевается под словом «утонуть». Дезориентация. Идём дальше. Может быть, он чувствует себя некомфортно, когда находится вне земли. Если рассмотреть человека, его, скажем так, в каком моменте возник… При каких условиях возникает состояние страха. Причём самое интересное, что сами условия не важны. Он начинает это моделировать в голове и зависеть от этого страха. Вода, утонуть. Вода, утонуть. Вода, утонуть. Вода, утонуть. Дело совершенно не в воде, а в тонуть. Задохнуться. Чувствовать себя дезориентированным в пространстве, где нету больше спасения. Не может встать на землю. Боится ли он задохнуться на земле? Нет. Значит, что касается воды, дестабильность его приводит к этому страху. А уже даже слово «задохнуться в воде и утонуть» тоже секундарное. Это человек, который должен стоять. В ветров он боится? В пустыне находиться боится? Давайте возьмём такое воде странное. Боитесь ли вы находиться в пустыне? На самом деле нам сложно ответить на этот вопрос. Знаете почему? Потому что, смотрите. Потому что условия нам настолько неизвестные, что даже если мы смодулируем в голове своей башке, мы понимаем где-то, башка понимает, что это не есть хорошо. Это есть очень плохо. Но что не есть хорошо, она не может понять, не может прочувствовать. Это как приблизительно вот так. Боимся ли мы находиться на Марсе? Как-то не находились. Хотя вы представляете находиться на Марсе? Это днём минус или на Венере? Вообще плюс 400. Но мы же этого не боимся, потому что у нас нету этого экспириенса, никакого опыта нету. Не существует. Так вот, в воде у тебя есть шанс спастись. На самом деле. Ну, потому что просто будешь плыть, как понятно, кто по поверхности, в конце концов. А в пустыне у тебя шансов никаких нет. Никаких. Тебя просто сжжёт к чёртовой матери. Тебя солнце сжжёт, причём оно сжжёт там человеческий. И через три дня ты из воды сдохнешь. А это пустынь, там чё нет? Так вот, почему-то он этого не боится. Знаете почему? Пустыня твёрдая! Значит, он на самом деле не смерти боится, не условий боится, не этого, а именно вот этого. Hard ground. Ему нужно hard ground. Для его страхов необходимо, чтобы был hard ground. Если нету hard ground, то его начинает колебать, трясти от нестабильности. Так вот и не воды он боится, совершенно. Просто в воде, вода это не его среда. Вот и всё. Нет, 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 нет. Если бы он хоть раз погулял... Что? А если вы видите лезьёна, например, он очень прекрасно плавал. И в принципе не было никакого страха. Так. И в то же время был какой-то фактор, может быть это была рыба, может быть это было кофе, что-то его там задело, да? То есть он слава без проблем. И он в какой-то момент испытал страх. И потом, потом это приобрелось. То есть страх приобретённый. Он не враждённый. И после этого ребенок стал бояться воды. Вот этот страх, который Иисус Кадалай, нашим снашит. Да. Он не был вне прибыли. Он просто был приобретённый. Что с ним делать? Вы опять пришли к тому, что я сказал. Воды ли он боится? Если он не помехается, что? Если он... Что там плавает? Хорошо. Может быть даже так. Может быть, я не знаю там что-то всё. Может глубину боится вот как у микрофор. Но до этого этого не было. Теперь причина-то. Понятно? Какая причина? Как избавиться от этого вопроса? Да я не знаю. Сейчас мы не лечим. Сейчас мы не лечим никого. Если все понимают. Вот возникает этот страх. Мы поняли, что да. Значит надо оплыть. А если мы не с вами как-то перебрать это? Как мы это решили? Это... 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 Подождите. Вы опять лечите болезнь. Это лекция. Это не лечение болезни. Если вы говорите, если кнопка, на которую нажмёшь, и ребёнок не будет бояться этого, так и такой кнопки нету. Но самое интересное, даже если мы ищем эту кнопку, то где мы её ищем? Ребёнок не воды боится. Он видел рыбу, которая съела другую рыбу, и которая повлияла на него. Рыба плавает в воде. Но на самом деле же страх не от воды, а от рыбы. Может быть рыбу надо уничтожить в его голове? Не спрашивайте как. Это уже следующий шаг найти, каким образом можно войти в голову и уничтожить рыбу. Но воды ли он боится? Если бы ребёнок захлёбывался бы в воде именно, захлёбывался, тогда у нас есть страх от захлёбывания. А если это рыба или медуза, которая его укусила? Но в этом, в человеческом обществе, в социальном обществе, это всё идёт под понятием «он боится воды» и начинает лечить человека от воды. Но так не работает это. Почему, опять же, возвращаясь к самолёту, столько людей боится летать? У них же ничего не падало. Да это опять же та же история с пустыней. Они землю чувствовать хотят. Они земли… как они называются? Земли… как называть это? Да есть летающие, есть мореплавающие, есть… Сухопутные! 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 О! Это тут же возникает страх. Так это не страх полёта, это страх потери земли. Вот и всё. В этом случае. Подойдите. А в этом случае… Чего? Другой вопрос уже. Валя? Учиска, который порождает общественное мнение. Например, в социальном обществе многие люди боятся сделать что-то не правильно. что-то неправильно сделал, сказал и так далее. Здесь страх чего-то самолёт. О, хорошо. Вопросы актуальны. Страх осуждения. Страх осуждения. Страх осуждения. Скажите, пожалуйста, давайте мы возьмём… Сейчас я зайду вот в такой, с поворота, из-за угла заеду. Скажите… Ирина, да? Ирин, скажите… Извините, пожалуйста, за такой вопрос. Вам сколько лет? Я так смотрю, лет восемнадцать. Спасибо, спасибо. Должен запрет. Ну да, это и есть восемнадцать. Скажите, пожалуйста, Ирин, вот ваши родители, они живы-здоровы? Да. Да. Дай им Бог здоровья. Они вас правильно воспитали? Воспитали, да. Ну, с высоты своей сверху. Но вы знаете, что проделать. Вы знаете, где надо поработать, куда они. Окей. Мы пока пробуем, Ирин, философствовать, так сказать, вне вашей кожи. Окей? Выйдите из своей кожи. Хорошо. Можно ли сказать, что процесс воспитания, так как вас воспитали ваши родители, вас сформировал так же и эмоционально, по отношению ко всему, к чему вас воспитывали. Ну, хотя бы как надо себя вести правильно, какой надо быть послушной, да, там, я не знаю, отличницей, то сё. Ну да, да, да. Можно ли сказать, что… Вопрос. Можно ли сказать, как результат этого воспитания у вас сформированы определенные ограничения? Ну да, ну да. Можно ли сказать, что нарушение этих ограничений эмоционально у вас бы вызвали страх и стыд? Ну да, ну да. Так. Вот вам и страхи. Вот вам и страхи. Так ваши же родители вас учили, как вот это, как вот то. И вот представьте, представляете, значит, у вас есть свои моральные… Я не решаю здесь, правильно или нет. Но моральные какие-то ограничения. И вдруг соседка ваша слева та говорит, как тебе не стыдно. Вот я, я думал, что ты человек, на которого можно положиться, а ты просто предатель. И как вы себя будете чувствовать? Предателя. Самое интересное, вот тетя Маша сказала, но благодаря вашему воспитанию, ваших уважаемых родителей, вы чувствуете себя предателем, виноватой. У вас есть стыд. Поверьте мне, в этой композиции присутствует и страх. Так вот, можно ли сказать, что ваши родители поступили неправильно? То есть, воспитали вас неправильно? Нельзя, конечно, не социально воспитать. Но ведь у нас же появляется чувство стыда. Тогда, тогда, ребят, подождите, тогда по этой логике, если родители правильно воспитали, то эмоциональное состояние стыда, страха, я не знаю там чего, растерянности, полной потери себя, есть абсолютно правильная эмоциональная позиция Ирины. Ну, страх, это как-то стыда, 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 стыда. Правильно. Правильно. Ну, значит, все правильно. Значит, Ирина очень качественно, хорошо воспитана, сформировано ее эмоциональное состояние. Совершенно правильное. Значит, любой проходимец на ее личностной клетке может спокойно плевать по Ирине. Потому что в ее квадратной башке, я извиняюсь, конечно, это я Ирину сейчас защищаю, вдруг ей приспичило, что, оказывается, Ирина должна была ее не предавать. Ты скажешь, кто ты такая, женщина? Кто ты такая, что вообще тебя, ты бы кого-то интересовала, чтобы это назвать вообще предательством? Ты же никто. А нет, родители говорят, что нельзя так, он не есть никто. Он есть очень хороший человек, его же тоже родители воспитали. И когда человек тебе говорит, что ты предатель, то надо принять, что ты предатель, да? Только потому, что кому-то в башку свою, ну, хотя бы, скажем так, уже климактеричную, пришло в голову, что Ира предатель. Вот очень любопытно. Воспитание нам говорит, что Ирина правильно воспитана. Ирина, согласно воспитанию, приобретает эмоциональное состояние. Это может быть и страх, и стыд, что все хочешь. Но никто не обвиняет дуру, которая живет рядом. Мнение этой дуры Ирина вынужденно воспринимает, как мнение умнейшего человека. Почему Ирина так не делает? Потому, что она правильно воспитана. А вы спрашиваете, откуда у нас появляются страхи? Да потому, что прежде чем научить ребенка, не надо его учить, что каждый промахадимец заслуживает этого воспитания. Если перед тобой баран, то все, что он может понять, это... И даже это с трудом. А ты ему что же хочешь объяснить еще? Вот вам и чего... Ну, ребят, не мне вам рассказывать, потому что я прямо сейчас вижу, как у всех у вас появляется чувство стыда. Появляется, появляется, просто форма другая. Это и есть элемент вложенного воспитания, которое со временем, естественно, формирует эмоциональное состояние. Но это эмоциональное состояние, оно естественное для конкретного человека, но не есть природное. Потому, что оно идет с воспитанием искусственным, где воспитывает не ваши родители, а моральная категория общества воспитывает и ваших родителей, и вас. Но моральная категория общества, она же постоянно видоизменяется. И поэтому возникает конфликт генераций, конфликт этих, как называется, поколений. То, что было ценно для Ирины родителей, совершенно не ценно сегодня для ее поколения. Потому, что видоизменилось. А родители долбят, как она должна жить. Вот Ирина в свои 18 лет уже выглядит, как будто ей 30. И на что это похоже? И самое главное, никого ты здесь обвинять не будешь. А со страхом своим, стыдом, будешь жить до конца своей жизни. По дороге, конечно, немножко изуродуешь из своих отпрысков. Объясняя им то, как надо. А правильно было сказать, слушай, отпрыск, я тебя родила, так вот смотри на меня, как не надо. Потому, что меня таким сделали. Вот сделай все, чтобы не быть такой, как я. Так мы наоборот. Начинаем объяснять, как правильно. Сами же сидим, все размазанные, знаете в чем. И еще на ребенка своего мажем. Объясняя, ну это же тепло. Это же очень удобно. Ой, блин, а как гадости, говорю, какие-то. А вы говорите, откуда страхи? Я вам скажу, я вам скажу самую, тетя Маша, я вам скажу самую важную вещь. Вот где находится ключ ко всему, ко всему вот этому. Не значит, оно решится. Но если в эту машину вы войдете и заведете этим ключиком машину, то все остальное останется позади потихоньку. Это называется fear of acceptance. Переведите на человеческий. The fear of acceptance. Пока существует fear of acceptance у вас, у каждого он есть. Какой бы он не был, самый открытый. У меня есть. Вот с моим таким танкообразным характером, у меня он есть, ребят. Этот fear of acceptance переходит в форму привычки. Ты его не воспринимаешь как страх. Самое интересное. Ты его воспринимаешь логически абсолютно все нормально. Я же хорошо себя чувствую. Обратите внимание. Вот эта форма, это такая, это такая, скажу, это такая рецептура страха, в котором картошки как таковой больше нет. Она дезинтегрировалась. И она находится везде. Но она находится там же. Просто нет ее формах порезанных. Ее нет. А она там же. Она в виде крахмала. И тебе очень удобно. И ты говоришь, блин, да нет у меня никогда. Нормально идет. Все шикарно. А оно оказывается, что это уже дело привычки. Почему что-то ты принимаешь, а что-то ты не принимаешь. Так то, что ты не принимаешь, оно приходит из будущего. Ну, это называется завтрашний день. И он приносит всегда новое. Новое. Но насколько человек готов принять новое. Так и я вам скажу. Если это новое не конфликтует со старым. Тогда он чувствует себя комфортно. Ну, хотя бы. Он привык к старому. Он знает, как ездить на этой машине. Жигули называется. Понимаешь? А завтрашний день ему приносит, ну, глупость, говорю. Танк. Так он не готов перететь на танк. Он начинает оплевывать танк. Ведь в жигулях-то удобно. Обратите внимание, я о жигулях говорю. Действительно удобно, они ездят, все в порядке. И он начинает оплевывать танк. Это тоже есть форма страха. Но она не выражается напрямую, как я сказал. Она инфитрирована. Это страх принятия нового. Вот кто из вас готов к завтрашнему дню? Нет, нет, нет. Потому что опять, а что если сработает, ребята? А что если, чтобы принять завтрашний день, мне нужно отказаться от сегодняшнего? Так это так и есть. Это большой риск. Не риск, это большая смелость. Потому что завтрашний день дает тебе возможность. Но он его дает. А вчерашний день дает тебе благосостояние. Хотя бы эмоциональное. Вот ты опустил свою задницу на теплую, такое кресло шикарное. Сидишь в нем. Кайф. Один день кайф. Второй день кайф. Пятнадцатый день кайф. Уже жопа разъелась такая. Уже жижа превращается. Через три месяца кайф. А завтрашний день ждет, когда ты поднимешь это уже. Потому что с такой жопой завтрашний день не пойдешь. Потому что там тебя Феррари ждет. А Феррари это твердая машина. А ты говоришь. Да зачем мне Феррари? Ты посмотри кресло какое. Да не движется, но мягкое. И вот ты так пропустишь слой же Феррари. И останешься со своим же креслом. И жидкой задницей. Через двадцать лет. И самое интересное, знаете как мы назовем этого человека? Умным. Это самый тупой человек, который вы видели. Человека судить не по голове надо. И по рту, который до ушей. А по консистенции его задницы. Которая размылась уже. И мозгов там столько же, сколько этой задницы. Потому что все, что он хотел, это мягкое кресло. Дорвался до него. Конец. Он живет в прошлом. Его в будущем нету. Это мумия. Вот такая. Ну таких вы знаете. Индусы, шминдусы, все это трепетение все такое. Мумиё. Почему этот человек не сделал шаг? Неужели в жизни нет ничего интересней, кроме мягкого кресла? Хорошо. Не было оно. Получилось. Кайфанул. Вперед. Вот это и есть fear of acceptance. Потому что этот fear, вот этот страх. Страшный страх. Страх изменений. А что если я потеряю? А что ты можешь потерять? Ты можешь потерять свое прошлое. Так оно называется прошлое. Прошло. Нету. Нет. Он его тащит с собой. А прошлое в будущее не затащишь. Ты сам застрянешь в нем. Вот это тот ключ, который я вам говорил. Fear of acceptance. И это мозгами нельзя делать. Мозги всегда тебя задержат в теплом, мягком кресле. Вопросы из публики. Вот тут нужна храбрость. Самое интересное, ребят, тут нужна тупая храбрость. Голова как только начинает анализировать. Он говорит, стоп! Не думай! Потому что она сейчас тут же приспособит комплексы к рациональности. Логика всегда найдет пути приспособить комплексы к рациональности. То есть к твоим мозгам. Для этого она существует. Нельзя думать. Вопрос? Нет. У меня вопросов несколько, Бет. Но я давным-давно слышал историю об ученых, которые провели эксперимент. Они поставили ежика и крысу. Крыса у меня физически исчезнеет. С болотами ежик глупее. Потому что у него там процессов какие-то меньше и слабее. Но ежик пошел на шрису и крыса начала от него бегать. Вот так вот. Провели эксперимент. Оказалось, что у крысы было намного больше инструкций в мозгу. Она проработала несколько ситуаций, выбрала наихудшую и ничего убегать. Ежик вяжет на нее. Понял, что это просто еда и попер. Потому что ежик пошел на крысу проиграл. Это как результат. К какому заключению-то вы должны прийти, как люди? Я это на принципы не жанная же рассказала. Ну ладно. Правильно. Это когда надо победить. Это когда... Правильно. Понимаю. Это когда надо победить прошлое, то думать нельзя. Потому что все, что ты будешь делать, ты будешь думать именно так, как ты думал. Это и есть прошлое. А как по-новому думать, ты не знаешь. Так вот, чтобы думать по-новому, надо видоизменить окружение, чтобы иметь основания думать. Это и есть будущее. И только потом начинать думать. И вы увидите, что слово «а если» больше не появится. Вы не поверите, у меня нету «если». Я просто раньше, как все нормальные люди. Это... Я недавно, у меня была опять какая-то лекция. Ну, private. И я сам все поймал. Блин, так у меня же слово «а если» нету. Ну, не существует. Вот исчезло из рациона слово «а если» исчезло. Появилось слово «ну и хрен с ним». Это так просто. Это как только «а если» и сказали «ну и хрен с ним». Или по-английски «good the shit». Очень хорошо звучит. Ну, «а если» исчезло. И исчезли все возможные страхи, опасения, связанные с этим «а если». Когда случится, тогда будем бояться. Пока нет, не хочу бояться. Говорят, ну, тогда будет поздно. Сейчас что, как раз, что ли? «Бояться надо заранее, чтоб не опоздать». Супер. Ой, человеческая логика такая забавная штука. Знаешь, смотришь с перспективы совершенно другой. Это так забавно. Ребят, давайте на этом закончим нашу забавную историю о страхе. Это... Спасибо вам большое. Мы еще встретимся, я так думаю. Ну, пока, пока. Пока. Пока.